Здравствуйте! В эфире программа «Экстренный выезд» в студии Ильхам Нигматуллин. Сегодня мы расскажем о самых заметных происшествиях, случившихся в Обнинске и ближайших городах за прошедшую неделю. 9 декабря – день борьбы с коррупцией. Обнинский прокурор Дмитрий Чумак подвел итоги уходящего года. В Обнинске заметно участились случаи сбыта поддельных денежных средств. Фальшивомонетчики пускают в ход купюру номиналом в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Дорожно-транспортные происшествия в Долгограде и за его пределами также в сегодняшнем выпуске. Смотрите через несколько секунд только в нашей программе на телеканале Обнинск ТВ. И сейчас подробнее о том, чем запомнится уходящая неделя. 9 декабря во всем мире отмечался День борьбы с коррупцией, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день во многих странах мира проходили встречи и конференции, а государства-члены ООН информировали общественность о национальных мерах по противодействию коррупции. Круглый стол, посвященный решению этой поистине международной проблемы, прошел в минувшую пятницу и в Обнинске. Организатором выступил прокурор города Дмитрий Чумак, а участниками стали представители прессы. Подводя итоги года, глава Обнинской прокуратуры отметил небольшой рост нарушений в этой сфере в текущем году. Было выявлено 270 нарушений, 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 5 к административной. По фактам совершения преступлений коррупционной направленности Обнинской прокуратуры было возбуждено 3 уголовных дела. Одна из громких историй связана с Обнинским технопарком. Схема была очень простая. Там подписаны акты выполненных работ, на основании которых были перечислены подрядчику денежные средства. По факту эти работы не выполнены. Не выполнены до сегодняшнего дня. Дмитрий Чумак также напомнил о требованиях, которые сегодня предъявляются государственным и муниципальным служащим. Это не только обязанность заполнять декларацию о доходах и оповещении начальства о попытке дачи должностному лицу взятки, но и такие обязанности, как уведомление организации, в которой он работал раньше, о новом месте службы. При этом с каждым годом количество требований антикоррупционной направленности к должностным лицам, работающим в разных сферах, увеличивается. С этого года обязанность заполнения декларации легла и на обнинских депутатов. К слову, не все заполнили ее правильно с первого раза. Говоря о деятельности в отношении пресечения коррупции в будущем, Дмитрий Чумак сказал о том, что повышенное внимание в ближайшее время будет уделяться сфере муниципальных заказов. В минувшую пятницу около трех часов дня на улице Красных Зорь произошло ДТП. Водитель пассажирского такси марки «Фиат», выезжая с второстепенной дороги, не уступил право приоритетного проезда автомобилю «Мерседес». К счастью, пассажиров в маршрутке не было, а участникам аварии медицинская помощь не потребовалась. В 16.00 в одном из отделений банка на проспекте Маркса снова выявили фальшивую купюру. На этот раз сомнительная банкнота номиналом тысяч рублей была обнаружена у индивидуального предпринимателя, который совершал взнос на свой счет. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли купюру на экспертизу с целью выявления возможного сбытчика. В пять часов в сетевом супермаркете, расположенном на проспекте Маркса, сотрудники охраны задержали молодого человека, подозреваемого в краже. Им оказался уроженец города Белоусова, который ранее неоднократно судим. У задержанного в рюкзаке оказались две бутылки рома, оплачивать которые он, видимо, не собирался. Также действие мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения, на которой отчетливо видно, как житель Жуковского района быстро сложил выбранный товар в рюкзак, а затем пытался покинуть торговый зал. Теперь сотрудникам полиции, прибывшим на место ЧП, предстоит разобраться в подробностях случившегося. Все чаще в Обнинске стали появляться фальшивые купюры. Сотрудники полиции обращаются к жителям и гостям города с просьбой быть внимательнее при обращении с денежными купюрами. Особое внимание следует обращать на банкноты достоинством 1 тысяча и 5 тысяч рублей Банка России. Эти купюры наиболее часто подделывают фальшивомонетчики. Получить поддельные денежные знаки мы рискуем чаще всего на рынках, в круглосуточных магазинах и в киосках. Как правило, такие торговые точки не оборудованы детекторами для проверки купюр. Первое, на что стоит обратить внимание, это микроперфорация, водяные знаки, защитная нить и краска. При обнаружении купюр с признаками подделки необходимо по возможности задержать человека, от которого она поступила, либо запомнить его приметы, направление дальнейшего следования, марку, цвет и регистрационный номер автомашины, любые другие сведения, способствующие установлению его личности, и незамедлительно сообщить об этом в полицию. Также не следует пытаться передать фальшивую купюру другим лицам. За сбыт поддельных денежных знаков предусмотрена уголовная ответственность. Новый день и новая фальшивая купюра. В 4 часа на проспекте Маркса в отделении банка пришел уроженец Таджикистана, который принес поддельную банкноту номиналом тысячи рублей. Как рассказал мужчина в Белоусово, в банкомате на одной из АЗС он взял деньги и хотел заправить машину, но в кассе отказались принимать деньги, сообщив, что они фальшивые. И после этого он решил обратиться в банк. 12 декабря улица Усачева. У кого-то утро началось с чашечки ароматного кофе, а у кого-то с дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля марки «Форд», выезжая с прилегающей территории, остановился, чтобы пропустить поток автотранспорта по главной дороге. А вот владелец Киа, который двигался следом, затормозить не успел. А в 10.00 на проспекте Маркса столкнулись еще две иномарки. «Хюндай», выезжая с участки дороги с кольцевым движением, не пропустил «Фольксваген», водитель которого ни о чем не подозревает, двигался по главной дороге. Хорошо, что и в этой ситуации обошлось без пострадавших. После обеда во дворе проспекта Ленина водитель, управлявший автомобилем марки «Форд», задавал задним ходом и не заметил припаркованный «Крайслер». Этим же днем в Обнинске сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Газель» для плановой проверки документов. Интуиция дорожных инспекторов не подвела. У водителя были проблемы с документами. Страховой полис почему-то не значился в базе данных. По словам водителя, он взял грузовик в аренду и не в курсе сложившихся обстоятельств. Стражи порядка изъяли подозрительный документ на экспертизу для установления подлинности. И теперь ждут владельца машины для разъяснения ситуации. В сводку происшествий Наукограда попал и очередной случай попытки кражи в супермаркете. Средь бела дня в сетевом магазине две женщины складывали продукты не только в тележку, но и к себе в сумку. Когда дамы подошли к кассовой зоне, то оплатили лишь товары с тележки. Тогда бдительные продавцы попросили их еще выложить и спрятанные продукты. Женщины согласились и вытащили на стол ассортимент на сумму укладную – 1100 рублей. По факту данного инцидента ведется расследование. А буквально через час в Наукограде произошла очередная авария, на этот раз на перекрестке улицы Энгельса-Калужская. Водитель, управлявший иномаркой, остановился перед светофором на запрещающий сигнал. Владелец ВАЗ-2199, видимо, не заметил ни красный цвет светофора, ни стоп-сигнала впереди идущего автомобиля. Несмотря на сильные повреждения обоих машин, помощь медиков участникам ДТП не потребовалась. Многие называют число 13 мистическим и несчастливым и избегают его даже бояться. Издавна с этим числом связано много легенд и поверий. В Обнинске минувший вторник, 13 декабря, неприятно запомнился многим автовладельцам, которые попали в тот день в ДТП. Хотя можно, конечно, верить в магию чиселосию верия, но ведь причиной многих аварий стала простая невнимательность. 13 декабря в 11.00 около гаражного кооператива с чудесным названием «Ромашка» столкнулись трактор и БМВ. Иномарка выезжала из ГСК и, увидев трактор, остановилась. Мужчина за рулем спецтехники разворачивался и, видимо, не заметил легковушку, нанеся ей значительные повреждения. В два часа дня дорогу на проспекте Ленина не поделили газели «Тойота». После происшествия водители смогли найти общий язык и разрешили проблему до появления сотрудников дорожно-патрульной службы. Спустя час помощь инспекторов потребовалась владельцам автомобиля одинаковой марки. Форт Вьюжин, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил Форт Фокус, у которого преимущество движения. В результате водители и пассажиры в аварии не пострадали. А вот движение на этом участке дороги было затруднено. Ровно в 4 часа дня сотрудники госавтоинспекции на улице Курчатова остановили автомобиль, за рулем которого находился гражданин Узбекистана. При проверке документов было обнаружено, что водительское удостоверение имеет признаки подделки. Владелец был доставлен в отделение полиции для выяснения всех деталей произошедшего. А документы отправят на экспертизу, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение. Как рассказал сам водитель, права он получил в 2010 году, и проблем в ходе проверок за это время не возникало. Буквально через полчаса в Студгородке Института атомной энергетики произошло ДТП. Столкнулись отечественная легковушка и Хюндай. К счастью, обошлось без пострадавших. А причину данного происшествия установят сотрудники ДПС. После рабочего дня все спешат домой, но торопливость, невнимательность и усталость в пути может привести к печальным последствиям, что наглядно демонстрирует эта ситуация. Владелец ВАЗ-12 модели остановился перед образовавшимся затором на проспекте Маркса. А водитель за рулем ВАЗ-11 модели не успел вовремя среагировать и протаранил заднюю часть впереди стоящего транспорта. Водители целы и невредимы, чего не скажешь об автомобилях. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а после нее во втором блоке программы «Экстренный выезд» вы увидите. Праздник к нам приходит. Расскажем о безопасности в предстоящие каникулы и о кражах новогодних убранств. За считанные секунды на 98-м километре федеральной трассы М3 «Украина» фура сбила одну из женщин, возвращавшихся с работы домой. Воры в Обнинске не только похищают продукты сетевых супермаркетов, но и нападают на сотрудников торгового зала. Об этом не только расскажем сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. И мы продолжаем. Все службы в период новогодних праздников будут работать в усиленном режиме. Причем не только силовики. В администрации города и коммунальных службах вводится график дежурств. Пожарные проверяют места массового скопления людей и все три торговые точки, где в городе продается пиротехника. В преддверии Нового года Обнинск уже сияет яркими гирляндами и радует жителей разноцветными декоративными украшениями. Зеленые красавицы елки уже установлены на улице города и дарят всем праздничное настроение. Но, к сожалению, далеко не все жители Обнинска способны оценить красоту новогоднего убранства. Не успели на площади возле торгового центра Плаза установить главную ель города, как неизвестные тут же украли с нее игрушечные шары и выкрутили лампочки с гирлянд. Кто и с какой целью в Обнинске крадет елочные украшения. Вот что по этому поводу думают местные жители. Ну вот, например, если у ребенка все есть, он не полезет туда. Это только дети, которые хулиганы. Нормальный ребенок ни за что не полезет. А ради хулиганства они лезут и забирают эти детки. И все, мне кажется. Мне кажется, это взрослые. Просто пошалить, мне кажется, молодые ребята, им хочется просто пошалить. Не для того, что им нужны эти игрушки. Просто вот такая удаль молодецкая. Подростки, наверное. Мне кажется, что люди, которым делать нечего по жизни. Молодежь, конечно же. Но я не думаю, что люди постарше начнут воровать игрушки. Низкий социальный статус. Это, могу сказать вам, как. Ну, люди, может быть, в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. А с низким социальным статусом неработающие, безработные, наркоманы. Еще кто. Ну, либо молодежь, которая отрывается, не думая о последствиях. Ой, это, по-моему, как-то вообще дико. Такого быть не должно. Я просто не понимаю, зачем украшение из елки общественной тащить домой. Вообще не понимаю. А вот мнение горожан по поводу того, как же бороться с похитителями новогодних украшений. Не знаю, мне кажется, тут не привяжешь эти игрушки. Надо здесь поставить охрану, я не знаю, чтобы ходили смотрели. Ну, нужно ставить видеокамеры наблюдения, постовых, не знаю, чтобы смотрели за этим, чтобы наблюдали возле елок и украшений. Покрепче их прикреплять или просто поставить охранников. Как оказалось, не только Обнинск страдает от вандалов. В соседнем Боровске тоже были похищены украшения с городской ели. Начальник отдела дизайна и рекламы Оксана Грицук рассказывает, что кражи и порча новогодних городских украшений, к сожалению, фиксируются ежегодно. Снимают гирлянды, портят острыми предметами надувного Деда Мороза, разбивают прожектора. Этот же год удивил количеством украденных игрушек и лампочек с гирлянд. В этом году удивительно просто, когда мы установили елку и на следующий же день у нас 50 лампочек выкрученных были. Мне хотелось призвать больше родителей, семьи, чтобы жалели то, что создают другие для людей, для созерцания хорошего настроения. Потому что если каждый возьмет по игрушке, то в итоге через неделю мы в плачевном состоянии увидим нашу елку. Жалейте, жалейте, это наши с вами деньги, это наш с вами город любимый. Сейчас лампочки в гирляндах восстановлены, а новые игрушки на новогодние городские ели будут вешать в середине декабря. Яна Гончаренко, Сергей Мокрецов, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. Вечером 14 декабря в 20.13 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение об аварии, которая произошла в Обнинске. По предварительной информации, 33-летняя автоледи, управлявшая автомобилем марки «Мазда», не справилась с управлением на заснеженной дороге и выехала на полосу встречного движения. Иномарку закрутила, и она врезалась в «Фольксваген». В результате лобового столкновения владелица «Мазда» получила многочисленные травмы с отрясением головного мозга. Женщину доставили в клиническую больницу номер 8, а после оказания медицинской помощи отпустили домой. Водитель «Фольксвагена» не пострадал. На месте аварии работали пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Калужской области, а также сотрудники госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Этим же вечером на 98-м километре Киевского шоссе произошла трагедия, которая унесла одну жизнь. Обо всем по порядку. 14 декабря перед перекрестком улиц Меру-Гурьянова произошла авария. Участниками вот этого ДТП стали владельцы одинаковых автомобилей «Форд». Оба водителя двигались в одном направлении. Женщина на иномарке приостановилась перед перекрестком, чтобы убедиться в безопасности своего маневра. А мужчина на авто такой же марки в этот момент врезался в заднюю часть впереди стоящего транспорта. В полдень уже на перекрестке улицы Энгельса-Калужская столкнулись Тойота и Киа. А произошло это по классической схеме. Девушка на внедорожнике Тойота, пересекая перекресток, притормозила перед пешеходным переходом, пропуская людей. И получила удар в заднюю часть кузова от автомобиля марки Киа. Водители не пострадали, и пешеходы благополучно пересекли проезжую часть. А сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия, зафиксировали данную аварию и оформили протокол. Спустя два часа инспекторам добавилась работа. На этот раз дорожно-транспортное происшествие случилось во дворе улицы Калужская. Автоледи, выезжая задним ходом, не заметила, что сзади уже двигался Фольксваген, за рулем которого тоже находилась девушка. В результате этого обидного столкновения обе иномарки получили увечья. 16.00 – похожая ситуация на улице Энгельса. Владелец, управлявший автомобилем марки Ниссан, выезжая с парковочного места задним ходом, не заметил проезжающую по главной Пежо. Ближе к вечеру среды произошла трагедия. На 98-м километре трассы М3 Украина. По уточненной информации, в 17.30 в зоне действия пешеходного перехода три женщины переходили дорогу. По направлению из Калуги первым остановился легковой автомобиль. Пешеходы, убедившись, что их пропускают, продолжили движение. Одна из женщин пошла чуть быстрее, вышла вперед, где на полном ходу ее сбил длинномер. Татьяна Михайловна, расскажите, что произошло, откуда вы шли, получается, с этой стороны? Мы шли с работы, вот в той организации, на пешеходном переходе, стали переходить. Одна машина, она первая, а мы вдвоем сейчас, наша женщина ушла, ей надо домой ехать, Наталья. Одна машина тормознула, уже осталась, она первая пошла, и, видимо, голову она сюда повернула, а эта фура полетела и вообще не тормозит. И мы ее вообще потеряли из вида. Мы говорим, где у нас Нина Петровна? Вот, прием. Фура марки «ДАВ», по какой-то причине не успевшая затормозить, еще зацепила со встречной полосы автомобиль марки «Мазда», и лишь после этого вылетела в кювет. Пока не установлено, протащила ли фура марки «ДАВ» 58-летнюю женщину или ее отбросила в результате столкновения с многотонным грузовиком. Пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью. Водителю и пассажиру внедорожника повезло. Они остались живы. Окончательные выводы об обстоятельствах страшной трагедии предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Возможно, одной из причин стала усилившаяся под вечер метель. Дарья Человекова, Николай Подлепалин, телекомпания «Обнинск-ТВ». Языком цифр. 15 декабря на территории Калужской области полицейские зарегистрировали 440 сообщений о происшествиях. Из них 88 о преступлениях. В течение дежурных суток правоохранители раскрыли 71 преступление. А что криминально произошло в Наукограде в минувший четверг, расскажем прямо сейчас. Нешуточная борьба из-за двух коробок конфеты восстановления справедливости развернулась в сетевом супермаркете на улице Липунского. И это произошло вечером 13 декабря. Молодой человек, уже имевший криминальное прошлое, снова встал на скользкую дорожку. Зайдя в торговый зал, мужчина спрятал за пазуху две коробки шоколада и пытался покинуть помещение. Но смелый и сплоченный коллектив магазина задержал сладкоежку до прибытия сотрудников полиции. В ночь с 14 на 15 декабря на одном из строящихся объектов города Обнинска, расположенном на проспекте Маркса, произошла кража. О происшествии заявили сотрудники строительной бригады. По их словам, предыдущим вечером около 19.00 они закрыли два рядом стоящих вагончика. А утром обнаружили, что замки на них повреждены и сбиты. А из помещений злоумышленники выборочно похитили электроинструменты и тепловые счетчики. Стоимость украденного составила 600 тысяч рублей. Что удивительно, объект находился под охраной, но сторож, который дежурил в ту ночь, ничего не слышал, ничего не видел. Этим же днем на улице Гагарина произошла авария. Водитель за рулем автомобиля марки «Опель», маневрируя задним ходом со стоянки, не заметил, что на противоположной стороне припаркован мини-фургон «Фольксваген». Это ДТП обошлось без пострадавших. В 17.00 на улице Пионерский проезд разделить дорожную полосу не смогли «Фиат» и «Кия». И у каждого водителя своя версия случившегося. Владелец автомобиля марки «Фиат» пояснил, что женщина за рулем «Кия» разговаривала по телефону и, видимо, не рассчитала траекторию движения и зацепила его. Другая участница аварии говорит, что двигалась со скоростью 40 км в час и предполагает, что неправ водитель маршрутки. А какова была история на самом деле, расследуют стражи порядка. Разобраться им предстоит и еще в одном запутанном ДТП, которое произошло буквально через час на перекрестке улиц Мира-Ленина. Избежать столкновений не удалось отечественной легковушки автомобилю марки «Део». К счастью, авария не повлекла за собой человеческих жертв. Вот и все на сегодня. Не забывайте заходить на наш сайт, где вы всегда найдете выпуск программы «Экстренный выезд» и других передач телеканала «Обнинск.ТВ». Адресная строка в интернете – obninsktv.ru А самые интересные и захватывающие видеокадры, снятые вами, вы можете присылать на нашу электронную почту. Берегите себя, до встречи и всего вам хорошего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok